В этой фразе есть три слова, которые требуют пояснения. Поведение, этологи и видоспецифический. Сравнительная этология – это дисциплина, которая была создана Коннордом Лоренцем и Никой Тинбергеном. За это они получили Нобелевскую премию, вместе с фон Фришем, изучавшим сигнализацию у пчёл. Но поскольку я орнитолог, в пчёлах не понимаю ничего, то буду говорить только о работах Лоренца и Тинбергена, их исследовательской программе. Второе слово – поведение. Это слово кажется привычным, вечным. На самом деле до XX века его не существовало, как и слово этология. Сейчас очень настойчиво в родоначальнике этологии сватают интересную книжку Чарльза Дарвина о выражении эмоций у человека и животных или книгу из Пиноса про социальную жизнь животных. Но там нет ни слова о поведении. Там говорится о нравах, намерениях, в общем, о том, что внутри. Впервые понятие поведения определил американский зоолог, и его можно считать дедушкой сравнительной этологии, Чарльз Уиттмен, когда определил поведение как непосредственно наблюд... всё, что непосредственно наблюдаемо и может быть объективно фиксировано наблюдателем, грядящим на взаимодействие животных со стороны. Вот, например, мы видим ухаживание у воронов. Это характерные кадры, которые, по мнению такого опытного наблюдателя, как сам Лоренц, удаётся выделить сперва в конкурентном взаимодействии самцов. Затем, когда к самцу, который выиграл в этой конкуренции, присоединяется самка, и он уже начинает ухаживать за ней. Иными словами, наблюдатель с биноклем, диктофоном, с видеокамерой, другими средствами регистрации, скажем, химическими или для фиксации электромагнитных сигналов, он наблюдает развертку последовательность действий животных друг относительно друга, как она развертывается в характерном пространстве-времени. Пространство-время здесь существенное. Например, у Чомк их ухаживание происходит на глади пруда, у дятлов в переплетении веток, то есть в трёх измерениях, у каменок, которых изучал Евгений Николаевич Панов, наш известный этолог, на обрывах и у нор, и это крайне существенно. Соответственно, наблюдатель фиксирует, как ему представляются характерные кадры. Собственно, Уитмен отмечал, что поведение – это всё то, что мы можем оценить визуально, поток активности регистрируемый, и его структурно обособленные части. Вот эти структурно обособленные части – это самое важное, потому что, как только наблюдатель эти характерные кадры выделит, сразу встаёт вопрос, а насколько они соответствуют тем единицам, которые важны для животного. И вообще, эти кадры – это реальность? Пусть даже они не важны для животного. Например, есть лягушка, которая, как и другие древесные лягушки, издаёт брачный крик, но, к сожалению, она совершенно глухая. И самцы, и самки глухие, поэтому её крик – это наследие видов слышащих, но, тем не менее, крик продолжает издаваться стереотипно, настолько, что является хорошей видовой характеристикой. соответственно, возникает вопрос, не артефакт ли это, не кажимость, связанная с нашим категоризирующим сознанием, а опыты психологов Зиммель показывает, что действительно, даже в непрерывном потоке событий, мы склонны выделять дискретные стадии. Собственно, сравнительная этология и появилась, когда наблюдения за животными в природе выявили, ну, по крайней мере, по устойчивому впечатлению наблюдателя, что и повседневная активность, и тем более вот эти вот вычурные и неестественные позы при ухаживании, угрозе, умиротворении, иногда при указании на аппетитный корм, они представляют собой отдельности, контрастирующие с фоном в виде такого континуума поведения. Впервые это установил учитель Лоренца Оскар Хейнред, его можно считать отцом, сравнительная этология, и, соответственно, он показал, что даже в повседневной активности, когда птицы передвигаются, они это делают не плавно и постепенно, а стереотипно, так что по манере движения можно опознать вид. Хейнред это называл артайгенотрепхандлинг, видоспецифическая манера держаться, ну вот, например, подергивание хвостом у белой трясогуски. С 70-х годов, когда сравнительную этологию подвергли волне критики и попытались отменить социобиологи, у этого помахивания хвостом стали интенсивно искать функцию, ну, например, она машет хвостом, чтобы пугать насекомых и хватать их, соответственно. Теоретически это достаточно разумное предположение, потому что у многих птиц, ищущих корм в листве, ну, например, у многих американских древесниц, действительно белые пятна на хвосте или на крыльях при движении, они вспугивают насекомых, и размер белых пятен, он влияет на уловистость такого способа кормления. Ну вот, хвост трясогуски, увы, не соответствует этому предположению. Это именно видовой стереотип. Точно так же, как манера мухоловок вскидывать крылья и несколько раз складывать при посадке, манера мелких дроздовых держаться попой вверх, головой вниз, и так далее. Тем более, это верно для единиц, связанных с демонстрациями. Собственно, вот эту вот брачную активность воронов после Лоренса изучал его ученик Эберхард Гвиннер, затем Берн Хейнрих, написавший о них замечательную книжку «Ворон зимой». Структурно как это выглядит? В стаях неполовозрелых птиц формируются подростковые парочки. Самцы начинают угрожать друг другу, конкурируя, и при угрозе они стараются быть как можно выше. Соответственно, все позы, связанные с межсамцовой конкуренцией, это позы выпрямленного тела, увеличенной головы и так далее. В тот момент, когда самка выберет лучшего с ее точки зрения самца или подходящего и присоединится к нему, манера демонстрации самца максимально меняется. Он становится ниже. Он кланяется, он опускает голову, а вот распушенность головы, встречающаяся в обоих контекстах, это, видимо, признак общего возбуждения, увеличивающегося в любой ситуации, когда не получается быстро скоординировать действия партнеров. Ну, примерно так же, как мы с вами бесимся, когда нужно вложить много вещей в рюкзак, и они не влезают, мешают друг другу, ну и так далее. От того, что мы бесимся, нам только труднее правильно и стереотипно действовать. И сразу забегая вперед, скажу, что вот это вот общее возбуждение, проявляющееся в некоторых движениях, по всей видимости, не относящихся к значимым, а также помехи со стороны других птиц, являются очень важным моментом, которые как бы выковывают, выступают фактором отбора, выковывают стереотипность и четкость исполнения настоящих значимых телодвижений. Вот рисунки самого Гвиннера, доминирующая птица, достаточно ей появиться, чтобы подчиненная подчинилась, вот ухаживание с рафпластыванием. Иными словами, наблюдая развертки последовательности действий, мы видим некоторые контрасты между элементами. И, соответственно, наше накопленное впечатление, особенно если мы опытные наблюдатели, толкает нас к идее, что вот то, что выделяет наше накопленное впечатление, когда оно закостенеет и схватится, как застывший гипс, это и есть видоспецифические единицы поведения. Другой учитель Лоренса, наряду с Хейнартом, Джулиан Хаксли, один из создателей синтетической теории эволюции, он наблюдал ухаживание Чомк, наблюдал ухаживание Гагар, Куликов, и он ввел представление о ритуализации. Он показал, что вот эти вот телодвижения, они не связаны с непосредственным воздействием птиц друг на друга. Больше того, они часто с ним контрастируют. Например, вот этот вот ворон, который стремится быть выше и крупнее, он совсем не бьет противника. Еще ярче это видно при ухаживании домового воробья. Там самец имеет большой черный галстук, и вот сейчас весна, вы можете наблюдать, как это происходит. Самец кружится, распушив хвост, тряся крыльями, и ставя свой большой черный галстук перпендикулярно. Вот, собственно, забегу вперед. Вот, собственно, разные виды воробьев. Вот наиболее близкий к домовому испанский. Соответственно, вот этот галстук. При этом можно решить, что победит, ну, соответственно, самцы кружатся, стараются мешать друг другу, то есть они чередуют вот принятие вот этой вот вычуртной позы, когда атакующая птичка похожа на миниатюрного глухаря, с тем, что они стараются друг друга клюнуть, дернуть за перья. То же самое, кстати, при ухаживании у воронов. Гвиннер отмечал, что те птицы, которые недостаточно выпрямленные, они более выпрямленным, когда он начнет ухаживать, начинают все время мешать. Дергают за перья. Иногда при ухаживании такой вот самец повисает на дереве или на вольере так, чтобы быть головой ниже самки. По всей видимости, уродственных воронам райских птиц это развилось в их соответствующей демонстрации. И вот тут-то проигрывающие собратья начинают ему всячески вредить. Еще больше это видно на таках или в колониях, где птицы скучены. И, соответственно, анализ тока тетеревов или тока каменных петушков или колоний перстарозов и крышки показывает, что как только один из самцов сближается с самкой, чтобы начать ухаживание или спариться, все прочие немедленно бегут к нему, оставив свои участки и начинают мешать. Победитель же он продолжает стереотипно демонстрировать. Это вот общее правило. Даже в агонистических взаимодействиях, где обмен ударами чередуется с обменами демонстрациями, ну, например, у бойцовых рыбок, где угрожающие друг другу самцы поднимают жаберные крышки, изгибают тело, так что выглядит очень красиво, расплавляют павники, после чего следует удар, струя воды направляется на органы боковой линии оппонента и, соответственно, выигрывает конфликт от рыб до птиц млекопитающих тот, кто стереотип не демонстрирует, не тот, кто бьет и кусает. И из этих наблюдений естественно рождается мысль, что вот эти вот единицы поведения, вычурные, неестественные, созданные комплексом стереотипно скоррелированных друг с другом телодвижений, как бы органы, как бы временные органы животного, они играют, имеют сигнальную функцию, собственно, возвращаясь к Хаксли, я отвлекся, Хаксли увидел, что эти движения, они не столько показывают, насколько оппонент будет подвержен ударам, укусам, или наоборот, демонстратор сбежит, а они выступают хорошими предикторами будущего исхода конфликта. То есть, наблюдая за демонстрациями сейчас, мы можем с высокой вероятностью оценить развитие взаимодействия дальше. Отсюда Хаксли, во-первых, выдвинул теорию ритуализации, предположив, что эти самые демонстрации, которые этолог выделяет как единицы видоспецифического поведения, они выступают символами возможностей будущего развития процесса. Эти символы передают информацию, причем обоим участникам, вот это важно, а часто даже третьим особям, которые подглядывают. Собственно, то, что эта информация есть, опять же, забегу вперед, то, что это символы, передающие информацию, часто оспаривалось, особенно критиками этологии в 70-е и 80-е, социобиологами на Западе и Евгением Николаевичем по-новому у нас, тем не менее символичность этих комплексов телодвижений свидетельствует два очень важных факта. Первый, как это не смешно, преподнесли сами социобиологи. Замечательным достижением социобиологии является тот момент, что они эмпирически посчитали риск, связанный с демонстрациями. животное, которое таким образом вычурным и неестественным стоит, удерживает позу или вокализирует, оно рискует. Рискует довольно значительно, примерно настолько же, насколько разведгруппа, начинающая радиопередачу из района, где действует фунгкабвер. очень хороший пример такого риска это данные Карху по поедем под гнездом Беркута. Беркут ел тетеревов и глухарей. Доля самцов, которые, как вы понимаете, посещают така и на этих таках принимают вот эти вот самые позы, была резко выше, чем доля самок. И доля и у тетеревов в поедях соотношение самцов и самок было вдвое выше, чем у глухарей. А тетерев, как вы знаете, это более плотная така, более вычурные и экспрессивные демонстрации, а приняв такую позу гораздо труднее и спастись в убежище, когда тебя атакует хищник, и уйти от удара клювом того самого, который проигрывает, который ведет себя менее стереотипно. И, собственно, социобиологи показали, что во всех типах взаимодействий, ухаживания, угрозы, охраны территории, умиротворения, чем выше эффективность демонстрации, тем выше ее и риск. Тогда возникает эволюционный вопрос. А зачем, собственно, птицы встают вот в эти вычурные и неестественные позы, закономерно и предсказуемо их меняют? Они рискуют, они тратят энергию, их взаимодействие часто хочется аналогизировать с нашим речевым общением или с танцем. Собственно, Лоренс в 52-м году даже написал статью о танцевально подобных движениях у птиц, на примере ухаживания монокинов и так далее. Но у нас есть экономика, которая создает прибавочный продукт, в результате чего затраты на общение или танцы и другие ритуальные формы взаимодействия не так существенны. У них это предмет роскоши. И как только птички попадают в плохие условия, ну, например, плохая погода, воробьиные птицы прилетели, а вся весна с плохой погодой. Они поют мало, они почти не ухаживают, и, собственно, распределение самцов и самок идет неконкурентным образом. То есть, грубо говоря, самцы и самки остаются на тех территориях, где, куда они попали. В норме, когда погода хорошая, еды много, можно этот самый предмет роскоши запустить, самцы поют, по песне они диверсифицируют ранги между собой, самки совершают исследовательские заходы на разные территории самцов, слушают, сравнивают, это подробно исследовалось у южного соловья тоттым и халшем, после чего партнеры распределяются сообразно по качеству, то есть, грубо говоря, лучшим самцам достаются лучшие самки, худшим худшие, и, собственно, на голубях было показано, что если спаривать птиц случайно принудительным образом, то какая-то часть пары вообще не образуется, когда распределение партнеров идет через конкурентное общение, то все хорошо, каждый находит себе пару, и, соответственно, репродуктивный выход популяции повышается. Соответственно, вот эти идеи Хейнротта и Хаксли, квантованность и дискретность единиц поведения и демонстрации, типологическая определенность их формы, с одной стороны, а с другой стороны, их роль как предикторов будущих возможностей развития взаимодействия, тех возможностей, которые нельзя ощутить прямо сейчас, через страх, через половое возбуждение, то есть, через непосредственное чувство, в этом смысле, можно говорить о наличии в их коммуникации символов, хотя это, конечно, инстинктивные формы поведения, и, собственно, они действуют автоматически, помимо сознания. Обе эти идеи легли в основу исследовательской программы Лоренса и Тинбергена и обеспечили ее успех, прогресс в 30-е и 60-е годы. Соответственно, во-первых, сразу же оказывается, что у близких видов есть гомологичные позы. Вот, например, восьмеркообразное вращение клювом у зеленого дятла и у седого. Одна и та же типология движений, используемая часто в одной и той же ситуации, встреча будущих брачных партнеров, но с совершенно разным результатом. У зеленого это часть ухаживания, и, собственно, самец, чтобы добиться благосклонности самки и начать с ней действовать уже совместно, не рискуя получить агрессивный ответ, должен часто так головой качать, а вот у седого дятла это, наоборот, поза угрозы. И мне посчастливилось наблюдать смешанные пары обоих видов несколько раз, и там возникает очень забавная несостыковка. Зеленый дятел, если это самец, ухаживает за самкой седого, он сообразно своему стереотипу начинает совершать эти восьмерки и, соответственно, получает отпор. И такого рода несоответствия именно в гомологичных демонстрациях они, собственно, и обеспечивают те затруднения в образовании межвидовых пар, которые встречаются у птиц и других позвоночных. Бывает и наоборот. Скажем, в книжке Виктора Рафаэльича Дольника «Непослушное дитя биосферы», которую много и справедливо критиковали, там есть забавная картинка, там нарисованы три вида чаек и, по-моему, малая озерная еще какая-то. И написано, что вот, смотрите, у них разные демонстрации, поэтому они не скрещиваются, мол, это разные языки. Увы, там нарисованы гомологичные демонстрации, благодаря сходству которых пары все же образуются и как-то доходят до какого-то результата, худшего, чем в конспецифических парах, но, тем не менее. Соответственно, нам важно на чисто структурной основе, без неявного привнесения функционального момента, выделить единицы поведения. Затем нам надо, не привязываясь к нашему структурному подразделению, определить функциональные моменты, воздействия со стороны одного потока активности на другой. Коммуникация по наиболее общему определению Александера, это ситуация, когда поведение одной особи, один поток влияет на другой, корректируя его, больше, чем прошлые действия каждого из участников, влияют на последующие. Иными словами, если у нас есть регистрация развертки обоих потоков, и мы умеем без предположения о том, что значит каждая из единиц, выделенных по контрасту, мы умеем эти единицы выделить, то, наблюдая, где под влиянием в какие моменты происходят изменения оппонента, мы можем говорить о каком-то значении. К сожалению, вот здесь сравнительная этология хотя и увенчана Нобелевской премии, она совершила очень неприятную ошибку. И Лоренц, и Тинкберген, и их ученики первого круга, например, за исключением только Вольганга Шлейта, они считали, что эти единицы можно выделять индуктивно по непосредственному впечатлению наблюдателя. И точно так же индуктивно они считали, что можно определять значение этих единиц. Ну, например, вот в этот момент зеленый дятел начинает делать восьмерку, а в этот момент самка начинает приближаться, начинает топорщить. Иными словами, впечатление о контрасте по сравнению с фоном здесь, впечатление о резком, тоже контрастирующем изменении поведения здесь, и это откладывается, как вот у нас есть единицы, и мы можем сказать их значение. Увы, тут кроется ошибка, которая выяснилась, к сожалению, только в 70-е годы, когда в это больное место начали бить социобиологи. К сожалению, этологи даже не обсуждали эту методологическую проблему. Но прежде чем я перейду к ней, я расскажу о том, что у этологов получилось на этом пути, потому что достижений и результатов, подтвердившихся даже на основе критики, и даже несмотря на эти ошибки, было больше. Вот, кстати, ровно такой же элемент демонстрации у жилны черного дятла. Здесь это чисто территориальная демонстрация, самцы угрожают друг другу на границе территории. Соответственно, что можно сказать? Как проверить нам наше впечатление? Ну, границы поведенческих единиц должны обеспечивать инвариантность формы демонстрации. То, что называется типологическая определенность. Собственно, совсем не случайно учителем Лоренса был известный анатом. И для проверки можно предположить такой тест. Впервые это было предложено Паттоном и Кэрриллом в 81-м году, как раз когда развертывалась эпопея с критикой социобиологами сравнительной этологии, устойчивость формы в максимально гетерогенной выборке предъявлений. Иными словами, мы фиксируем некую форму так, как умеем, так, как можем. Затем смотрим разных птиц в разных поселениях, в разные месяцы, в разных частях ареала вида. Если с увеличением этой гетерогенности устойчивость формы не будет расплываться, превращаясь непонятно в что, а наоборот будет более четковая, то мы можем говорить, что мы выделили единицу правильно. Дальше уже могут быть разные технические средства для способа фиксации этой формы, но инвариантность максимально гетерогенной выборки это, на мой взгляд, самый важный способ проверки. Увы, тот, до которого энтологи не додумались. второе это увеличение инвариантности формы при усилении шума в канале связи. Иными словами, вот эти вот самые помехи, когда проигрывающие товарищи или не имеющие отношения к делу товарищи мешают демонстрировать, а те, кто выиграет взаимодействие в ответ на их усилия только усиливают стереотипность, это лучший аргумент в пользу того, что то, что нам кажется единицей, таковой единицей действительно является. У больших пестрых дятлов, которыми я занимаюсь, птички охраняют свои одиночные территории с запасами шишек, семенами шишек они питаются с августа по март, территории занимаются в июле-августе после-последнездовых перемещений, и дятлы, они замечательные как объект для этологии двумя вещами. Первый это то, что дятлы очень умные птицы, по когнитивному развитию они вполне сравнимы с франовыми попугаями, и соответственно повседневные движения у них гибкие, ловкие, умные, еще собственно Крушинский он всячески вредил большому пестрому дятлу при долблении шишек он забивал щель кузнецам хом, изменял отверстия и дятюк справлялся с этой задачей. Другие задачи они решают не хуже. А вот все то, что относится к ритуализованным демонстрациям и вообще к инстинктивной активности у дятлов четкое, ригидное, дискретное, как у каких-то погадок. Иными словами, сам характер телодвижения этих птичек он таков, что если единицы поведения, реальность которых утверждает сравнительная этология, таки да, существуют, а критики этологии неправы, именно у дятлов мы их обнаружим раньше всего. Собственно, когда я начал заниматься демонстративным поведением, мои занятия, мой интерес к этологии был всегда, но, собственно, выбор направления и группы, он был связан с чувством несогласия. Прочитав замечательную книжку Евгения Николаевича Панова «Механизма коммуникации у птиц» с едкой, злой и, как я сейчас знаю, несправедливой критикой сравнительной этологии, я с этим не согласился и стал искать аргументы против, которые могли бы эту самую сравнительную этологию восстановить на повышенном основании. Потому что в 84-85 году, когда я начал свои наблюдения в Лосином острове за Большими Перстерами и Дятами, было понятно, что сравнительная этология исчезает. Я потихонечку буду об этом говорить. Соответственно, а второй момент, чем замечательен именно Большой Пестрый Дятел, у него разделены гнездовые и зимовочные места обитания. В гнездовой период пары живут в основном в мелколиственных лесах, кормят птенцов насекомыми, в основном собираемых с листьев и поверхностей, долбит в это время он мало, потом он перемещается в сосняки, ельники, другие плодоносящие древостои, где занимают эти самые одиночные территории. Соответственно, состав птиц каждый год обновляется заново, поэтому все их отношения каждый август начинаются с нуля, и в течение осени и зимы мы видим развитие их взаимоотношений, основанное на охране территории и обмене демонстрациями по поводу этой охраны. Соответственно, когда птицы прилетают, они занимают какое-то пространство и потихонечку начинают защищать свою территорию от вторжения соседей и одновременно вторгаться к другим птицам, стараясь оттяпать края их территории в свою пользу. Иными словами, их территориальные конфликты представляют собой такое постоянное перераспределение общего пространства группировки в пользу резидента. Причем победа увеличивает вероятность победы дальше, а поражение увеличивает вероятность поражения дальше. Соответственно, птицы сидят, долбят шишки на вершинах сосен или в каких-нибудь других местах, где хорошо просматривается пространство, они наблюдают друг за другом, они наблюдают за конфликтами друг друга, это то самое подглядывание из dropping behavior, которое показывает, что единицы, выделяемые этологами, имеют значение, и, соответственно, они очень часто вторгаются к птице, которая потерпела поражение сразу после того, как она потерпит поражение и, наоборот, усиливают охрану, начинают патрулировать границы с той птицей, которая только что выигрывала конфликт. Как нам определить, кто выиграл конфликт, кто проиграл или конфликт завершился ничем, не привнося наше собственное представление об этом? Соответственно, вот у нас кузница двух соседних дятлов, каждый охраняет какое-то пространство, периодически он смотрит на соседей, когда наблюдатель его хронометрирует, видно, куда поворачивается глаз и клюв, видно, куда они слетают и так далее. Когда одна из птиц затевает конфликт, она вначале держится исключительно скрытно, движется на чужую территорию так, чтобы ее не видели и старается пройти как можно ближе к центру. Хозяин, вообще говоря, он периодически перестает кушать, осматривает свою территорию, ну, издает крики-кик, маркируя ее, и, соответственно, обнаружив этого деятеля, он старается его вначале выгнать просто силовым образом, как можно дальше оттеснить к краю. Это важно, потому что в точке равновесия вот этих вот позывов, стремления хозяина оттеснить захватчика до обнаружения притворяющегося незаметным как можно дальше к краю и стремления захватчика до того, как его обнаружат, как можно быстрее пройти к центру, в точке равновесия они начинают обмениваться уже демонстрациями, вычурными, неестественными и так далее. до этого просто перелеты туда-сюда и замучаешься бегать за ними и тогда уже определяется победа и поражение. Они останавливаются на одном месте и вместо перемещений клевков, прыжков на место друг друга, это так называемые вытесняющие прыжки, они начинают просто друг другу демонстрировать. Иногда с движением, иногда стоя на одном месте, иногда в полете друг к другу, это уже зависит от степени их возбуждения. Соответственно, мы можем объективно фиксировать момент, когда они перешли от перемещений к обмену демонстрациями, мы можем объективно фиксировать эти демонстрации, как именно их выделять, я коснусь дальше. Тут пока отмечу, что очень часто те, кто занимается этологией, хорошо рисуют. вот в частности Евгений Николаевич Панов прекрасно рисует и Лоренц прекрасно рисовал. Вот в данном случае это засада. То есть художник, он склонен амальгамировать движения экспрессивные, но семантически пустые, связанные только с общим возбуждением. Созначиваем, например, рисуя того же такующего домового воробья, художник, ну и собственно и обычный наблюдатель обратит в первую очередь на позу раскорякой, раскрытый хвост и трепещущие крылья. Это как раз чисто возбуждение. Точно так же, как трепетание крыльями у большого пестрого дятла, когда он кому-то угрожает. А вот семантически значимое это стоящий под прямым углом галстук, который не меняется вот этот щит. Независимо от того, с какой стороны не зайдет самка, обеспечивая вот эту самую инвариантность визуального образа. Да, говорю, что я вот сейчас говорю о визуальных демонстрациях, поскольку занимаюсь в первую очередь ими. То же самое про инвариантность в форме верно для демонстрации акустических, следовых меток, запаховых меток, ну, собственно, любых других и их даже регистрировать легче и там эту инвариантность легче обнаруживать, особенно на акустических. Соответственно, вот дятлы в точке равновесия сошлись и начали обмениваться демонстрациями. Они обмениваются какими-то демонстрациями, пока нам не важно какими, а каждая демонстрация сопровождается неким выплеском прямых действий. Ну, как у нас в драках угрозы сочетаются с непосредственными действиями в адрес противника. Дальше окажется, что характер этих действий, ну, например, доля клевков и доля действий противоположного характера, отскоков. То есть, они пытаются клюнуть друг друга или, наоборот, отскочить, стоя вот в раскоряку. Через некоторое время сначала они как бы наращивают ставку, меняя одни и те же демонстрации в одном и том же направлении, но через некоторое время наступает асимметрия. Одна из птиц продолжает менять демонстрации в том же направлении, а другая распластывается и прекращает прямые агрессивные действия. Вот момент возникновения этой асимметрии я считал что одна птица выиграла, другая проиграла, поскольку после этого они обычно разлетаются, некоторое время нет конфликтов, причем нет конфликтов, нет попыток нарушений, достаточно четко длительность этого периода зависит от того, какая именно демонстрация была употреблена последней, а не от интенсивности клевков или, наоборот, от скоков, то есть прямого нападения и бегства. И кроме того, есть два исхода конфликтов, еще кроме этого, этот исход я назвал положительным, то есть исходно-разнокачественные птицы, равнокачественные птицы разделились на победителя и побежденного. Установилась асимметрия. Собственно, задача коммуникации это устанавливать асимметрию среди исходно-однородных особей и ее поддерживать, осуществляя социальную диверсификацию социальной структуры и развитие отношений между владельцами территории. Отношения как раз по поводу того, кому принадлежит исходно-общее пространство, кто может его монополизировать. Есть еще два исхода конфликтов, я их назвал нулевой и отрицательной. Нулевой это когда они просто теряют друг другу интересы разлетаются, так ничего и не решив и все предыдущие усилия и ранения и летящие перья были зря у дятлов. Дятлы вообще весьма агрессивные птицы и часто они достаточно сильно страдают от клевков друг друга. А отрицательное это когда они сцепляются друг друга колотят и довольно долго друг друга колотят тоже так ничего и не решив. Пока они оказываются в изнеможении. Что самое замечательное и это еще одно независимое подтверждение доводов сравнительной этологии если мы поставим чучело я ставил чучело дятлов в позе угрозы с выставленными крайними рулевыми или мы поставим например зеркало гнезду какой-нибудь территориальной крачки ну территориальной чайковой птицы в колонии речной крачки то в условиях отсутствия обратной связи от меняющего демонстрации оппонента все кончится плохо либо нулевым либо отрицательным исходом то есть либо не будет интереса через некоторое время либо начучело набросятся и начнут его портить то же самое с зеркалом иными словами обратная связь от второй особи оказывается существенным для того чтобы взаимодействие дошло до позитивного результата тут есть забавный момент связанный с отсутствием инстинктов у человека и антропоидов у человека же тоже есть лицевая мимика и так далее и как-то хочется ее аналогизировать с демонстрациями точно так же как-то движение танца существенное отличие заключается в том что в ритуализованных формах поведения чем ритуализованнее животное выделывает эту демонстрацию понятно что степень стереотипности исполнения одного и того же комплекса движений или степень выделенности его на фоне всего прочего континуума может довольно здорово варьировать изменчивость по которой идет отбор собственно в пользу выделения этих самых демонстраций вот для всех существ имеющих инстинкты то есть у позвоночных это где-то до мартышек действует закон стимуляции подобного подобным впервые предложенный Михаилом Ефимовичем Гольцманом чем выше ритуализованность демонстрирования тем сильнее рецептивность при восприятии такой же единицы от партнера у людей как показали Ланцетта и Клек все наоборот те которые ярче и ритуализованней лицом и телом показывают те хуже распознают аналогичной экспрессии другого теперь что у этологов получилось в рамках этой программы ну прежде всего оказалось что поведение потоки активности фиксируемые наблюдателем представляют собой не континуум они расчленены на фигуры и фон и наблюдатель может эти фигуры выделить вот скажем единицы выделенные для разных видов птиц для их агрессивного поведения пуночки буревестник глупыш белоголовый орлан ну самые разные виды сойки большие синицы ну и так далее соответственно эти единицы они представляют собой несколько скоррелированных движений причем эти движения обычно взяты из повседневной активности ну например скажем у дятлов хвост играет опорную роль но крайние рулевые шестая пара на них дятю не опирается и они не бурые а белые с рисунком соответственно птица их может выдвигать и тогда как бы белая каемка появляется по краям хвоста вот она их выдвигает при угрозе именно большой пестрый дятел у которого есть жесткая охрана территории не другие виды хотя у них рулевые имеют ту же окраску а может выдвигать просто при физическом напряжении когда птичка например подвешивается к сетке кормушки чтобы поесть сало соответственно именно при демонстрировании вот это вот дискретизация движений видна ярче всего это можно образно как показать ну вот например человек зажатый в угол которому угрожают ставят какие-то неприемлемые условия он решает подчиниться или сопротивляться он может нервно барабанить пальцами по столу потом приняв решение отказать он демонстрирует соответствующий символ культуры ну а они соответственно в условиях конфликт конфликта интересов связанного с торжением захватчика в зависимости от того как сильно он углубился демонстрируют те или иные агонистические демонстрации своего репертуара соответственно как нам определять их как нам их выделять и как определять их функцию ну вот стандартное мнение 60-х годов основанное на впечатлении и вот оно ведет к ошибке сразу надо сказать что когда поскольку у близких видов демонстрации гомологичны и чем дальше вида тем сильнее нарушение этой гомологии то сразу возникла идея использовать демонстрации так как мы используем анатомию для оценки систематической близости филогенетического родства и так далее и тут выясняется очень интересный момент вот ветвь североамериканских сурков у которых есть два типа тревожных криков условно говоря свист и щебет ну шумовой и свистовый тональный сигнал дерево построено по ДНК то есть по неповеденческим признакам и тут видно что у вида самого примитивного альтернативные типы криков соединены переходами чем более продвинут вид тем дискретнее единицы и больше их с чем это связано то же самое происходит у североамериканских сусликов и собственно в других ветвях где идет дифференциация сигналов под влиянием требований коммуникации вот у желтобрюхого сурка свист обычно кажется сигналом на опасность воздуха а щебет на опасность земли и действительно чаще всего свистят они в ответ на воздушного хищника щебет в ответ на наземного на самом деле если например подходящий человек бросит в них шапку или сделает другое резкое движение то они засвистят иными словами у примитивных видов альтернативные типы вокализации они означают скорее степень страха и стресса перед непонятно чем и соответственно современные поведенщики называют это motivational signals сигналы состояния дальше я буду говорить о криках угрозы у красителей это вот как раз типичный пример такого сигнала состояния сразу отмечу что континуума нет и здесь крайнее состояние встречаются чаще и перещелкивание между ними происходит скачкообразно то есть поток активности здесь все равно слайд фильм а не фильм дальше я постараюсь показать это строго потому что это ключевой момент есть ли у нас какие-то средства объективно показать что поток активности животного это слайд фильм а не фильм если фильм то все программа сравнительной этологии может быть убрана на свалку истории и собственно в ряде контекстов для ряда видов так увы и приходится делать далеко не все типы взаимодействий не у всех видов оснащены ритуализованными демонстрациями а последующими прямые действия это скорее ну поскольку это предмет роскоши это скорее удел меньшинства контекстов и меньшинства проблемных ситуаций которые птицы создают друг другу а вот у продвинутых видов демонстрации дискретны и там это референшал сигнал сигналы ситуации свист четко на пернатого хищника даже если он просто ходит по земле среди колонии щебет на собаку иными словами мы видим эволюцию от стимула к символу символ здесь в смысле не символов естественно человеческой коммуникации за которыми стоит представление понимание то есть внутренние модели а именно в смысле образа который сам по себе совершенно незначим но его нужно знать чтобы понять что за нем стоит предикторы будущих возможностей развития взаимодействия и об этих возможностях ты не поймешь ориентируясь только на непосредственную стимуляцию но для того чтобы и собственно последние 30 лет активно развивается такая часть исследования коммуникации как изучение этих самых референшал сигналы к сожалению увы горькая ирония истории заключается в том что эти референшал сигналы обнаружили ученики марлера известного этолога занимавшегося песней птиц уже тогда когда сравнительная этология исчезла то есть в 90-е годы и соответственно их сейчас исследуют в рамках социобиологической парадигмы обнаруживают результаты подтверждающие критикуемую этологию как это получается вот характерные кадры агрессивных взаимодействий больших пестрых дятлов про которых я вам только что много рассказывал выделенные моим учителем Симкиным по впечатлению Геннадий Николаевич следуя Дитру Блюма который в 50-е годы занимался этим видом ну вот например вот это самое выдвижение крайних рулевых и собственно все прочие агрессивные позы ну например демонстрация клюва птицы поднимающие клюв еще и поворачивают голову демонстрируя вот эти вот усы которые как бы продолжают клюв он считал что вслед за Блюма что вот это сигнал угрозу слетку раскрытые трепещущие крылья то же самое самец сохраняющий территорию адресует самки которые несмотря на поражение раз за разом вторгаются на его территорию со своей у БПД самки немного крупнее и много агрессивнее самцов поэтому даже выигрывая по очкам самец может теряться перед прямым напором тем не менее это признак просто общего возбуждения когда большие пестрые дятлы отличаются от других дятлов тем что они уже через 10-15 дней молодежь изгоняют с места рождения взрослые начинают угрожать слеткам пытаются их выгнать слетки в это время еще продолжают отчасти выпрашивать и получается очень забавные взаимодействия у слетков еще не созрели в их репертуаре вот эти вот демонстрации угрозы и бегства и соответственно взрослая птица пытается их вытеснить физически хотя она сильнее это не получается они не уходят она их клюет она их теснит корпусом она их вытесняет при каждом обнаружении они продолжают выпрашивать когда через 13-15 дней у них созревают вот эти вот демонстрации все обмен демонстрации приводит к выигрышу по очкам они исчезают с участка и начинают после гнездовую дисперсию с тем чтобы занять первые в своей жизни осенне-зимние территории а через некоторое время за ними отправляются и родители вот пример когда у одних видов одна и та же проблемная ситуация в жизни имеет сигналы о последующие прямые действия а другие нет это так называемое патрулирование у воробьев есть виды патрулирующие сексаульный полевой индийский а есть виды не патрулирующие ну например черногрудый Владимир Викторович Иваницкий это очень хорошо описал что такое патрулирование воробьи хотя и такуют группами там где они уже после образования пары стараются гнездиться они занимают некую территорию и соответственно охраняют ее от других самцов и пар и по границе этой территории у сексаульных воробьев или рыжих воробьев дальневосточных это довольно большие территории соответственно граница территории это место где готовность нападать хозяина уравновешивается готовностью защищаться чужака то есть это точка равновесия конфликта нападения бегства у обоих и хозяина и потенциального захватчика и соответственно у патрулирующих видов вот это вот движение вдоль границ проводящего эту линию так чтобы она была известна не только этим двум птицам но всем членам группировки оно ритуализовано оно маркировано позами разными у разных видов а вот у черногрудных испанских воробьев это чисто ну выплеск эмоций они распушаются они кричат они друг друга пихают и долго так пихают без всякого явного результата а тут обмен демонстрациями приводит к быстрому четкому проведению линии иными словами один и тот же контекст общения заданный типом проблемной ситуации встреча потенциальных партнеров ухаживание самца за самки в паре проведение границы между территорией может быть может содержать демонстрация последующие действия участников а может и не содержать этолог наблюдая развертки их активности должен это выяснить другое замечательное другое замечательное исследование того же рода было проведено орнитологом Рябецовым с тремя видами поморников в тундре Ямала у нас есть три вида поморников короткохвостый средний длиннохвостый это виды двойники очень похожие и собственно издалека даже сами птицы их часто путают соответственно он смотрел какие демонстрации и крики сопровождают территориальную активность то есть сопротивление захватчику своего вида а какие сопровождают атаку на хищника это территориальные сильные птицы активно защищающие гнездо от белых сов от конюков от песцов и от поморников других видов так вот несмотря на то что они очень похожи особи своего вида воспринимаются как захватчики и им адресуются исключительно территориальные демонстрации в то время как всем прочим адресуются крики на хищника и это и тут конюк земняк белая сова и другой вид поморников мол чем отличается ну разве только у птенцов в гнезде или у родителей по отношению кла не они могут хищничать друг да 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 вполне разорить гнездо может еще красивый пример чилийская связь представители речных уток речные утки как вы знаете это группа уток у которых образуются постоянные пары то есть у них нет таков как у уток нырковых но эти пары очень недолгие самец достаточно быстро оставляет самку после чего он там пытается силовым образом спариться с чужими самками и так далее группа связи представляет собой исключение в группу связи входят виды дериватные по отношению вот к этой вот утки касатки наша обыкновенная связь американская связь и чилийская связь в этом ряду вот серые утки которые в самом основании этой этого этой ветви филогенетической сейчас она определяется как род морека через касатку обыкновенную связи американскую к чилийской растет постоянство пары и у чилийской связи она достигает практически гусиного уровня иными словами это постоянные пары самец сохраняет вводит выводок у них есть как и у гусей триумфальная церемония то есть после того как самец поухаживал за самкой обратите внимание ухаживая он показывает зеркальце так как во всех книжках Лоренса все речные утки так делают вот он возвращается и соответственно торжествует возвращается к своей самке то есть у них как и у гусей независимо развиваются демонстрации единства пары но они составлены единицами очень похожими внешне на единицы близких видов ну соответственно серая вот серая утка и касатка это американская евразийская связь а это чилийская С это общая единица С это обычная единица Р редкие штрих отсутствующие то есть видно что единицы одни и те же ну с видоспецифическими изменениями у близких видов они немного по-разному исполняются но родство видно и соответственно из них строятся уже элементы с совсем другой семантикой до некоторой степени вот мы это обсуждали с Светланы Анатольевны Бурлак это до некоторой степени похоже на дифференциацию базовой лексики ну скажем языковых семействах иными словами гомология глубокая гомология форм демонстрации зависящая от степени родства она каждый раз при появлении нового вида ее функциональность переопределяется и соответственно гомологичные демонстрации у близких видов могут производить совершенно иной эффект соответственно этолог должен анализируя максимально гетерогенную выборку разверток потоков активности он должен во-первых проверить есть ли единицы или должна быть принята нулевая гипотеза что их нет а есть идеальный континул выделить эти единицы затем оценить эффект воздействия каждой из таких единиц на оппонента еще зачем начинает сближаться с самцом тут имеют место его демонстрации вот то что я говорил про агрессивное поведение где надо не клевать в ответ на клевки а стереотипно демонстрировать тоже верно и тут самец конечно обуин сексуальной мотивацией но он не имеет права сближаться с самкой он не должен ей подчиняться он должен стереотипно демонстрировать как раз более молодые самцы или имеющие меньше ранг они проигрывают как раз на том что их поведение менее стереотипно и они слишком рано рвутся к самке соответственно патричелли использовала самку робота и смотрела как в ответ на скорость изменения поведения самки меняется скорость прохождения вот этих вот закономерных и предсказуемых этапов ухаживания самца оказывается именно активность самки определяет активность самца самец подстраивается и чем более он успешен у самок тем лучше он подстраивается иными словами имеет место обратная связь но есть и другие исследования не менее замечательные которые показывают что независимо выделенные единицы они действуют выступая сигналами ситуации это как раз вот эти исследования референшн сигнал вот например курицы у них есть три дискретных акустических сигнала пищевой наземной опасность земли опасность с воздуха причем в зависимости от того какой сигнал проигрывается показано путем наблюдения айтрекерами направление взгляда показано куда цыпленок смотрит и соответственно курица предлагали голодной курица предлагали озвучку тревожным криком пищевым криком и либо давали корм либо не давали соответственно курица а как все собиратели зерноядные курица либо смотрит на землю и клюет тогда она беззащитна поскольку не может осматриваться от хищника либо она наблюдает за окрестностями и тогда она не может собирать корм поэтому между кормлением и оборонительным поведением есть трейд-офф и оказывается что сигнал действует сильнее чем непосредственно корм на пищевой сигнал без корма частота смотрения на субстрат на землю где могут быть зерна оказывается выше чем при непосредственной подаче корма это на самом деле общее правило сигнал действует сильнее чем непосредственно стимуляцию больших тениц крики тревоги действуют сильнее чем демонстрация перепелятника или другой реальной опасности и это очень напоминает знаковые системы людей то что Иван Петрович Павлов называл управляемость словом слово на нас действует сильнее чем непосредственная стимуляция поскольку она определяет что за ситуацию что надо делать собственно именно благодаря вот этой вот семантичности демонстраций возможно межвидовое подсматривание ну например поползни воспринимают крики синиц тревоги и адекватно на них реагируют это может быть даже между классами ну скажем антилопы антилопы дигзики живущие в тропическом лесу они воспринимают крики тревоги птицы на них адекватно реагируют и возможен обман ну скажем у песца детеныши могут настолько зарезвиться что достанут мать могут там помочиться ей на морду не давать есть не давать что-то еще делать и соответственно она издает крик тревоги они бросаются на ру то же самое многие воробьиные птицы ну например большие синицы они издают крик тревоги воробьев чтобы согнать их иными словами мы видим свободное значение мы видим сигнальность демонстрации и видим их семантичность инвариантность формы сочетается с независимостью эффекта от контекста причем в условиях зашумления вот это межвидовое распознавание оказывается хуже то есть грубо говоря если в условиях ну например городского шума поползни свои собственные видовые крики воспринимают лучше и реагируют на них точнее чем тревожные крики синиц иными словами в мозгу как и предполагали Лоренц и Тинберген в своей модели инстинктивного поведения в мозгу есть система распознавания образов для ключевых стимулов запускающих реализацию инстинкта и соответственно эти образы так же как знаки нашей системы коммуникации только у нас она сопрягает и коммуникацию и мышление а у них это чисто отреагирование ну примерно как модем управляющий интернетом вот очень красивая работа по территориальной активности крастелей латинское название птички крекс-крекс и собственно он кричит так крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс-крекс Grass! Самцы занимают территорией в высокой траве куда этим креканием привлекают самок с пришедшей самкой самец общается уже при помощи других криков кудахтающих А крэконе нужно, чтобы не подходили другие самцы. Соответственно, тот самец, который круче, агрессивнее, он это транслирует в своих крэконе. Забавно, что акустическая форма крэконе индивидуальна, и, собственно, это было показано независимо от этой работы. Но эта индивидуальная маркировка никак в охране территории не опосредована. А значимо соотношение вот этого интервала внутри крэков и между парами. То есть отношение интервала 1 к интервалу 2 определяет, кодирует уровень агрессии. Собственно, авторы, они сначала записывали реальные крики, потом создавали искусственные крики, меняя эти интервалы. И, в общем, показали, что чем меньше вот эта вот пропорция, тем агрессивнее самец. Соответственно, его крик удерживает всех прочих конкурентов. А важно удерживать, потому что если они придут и начнут с собой драться, то это помешает сближению с самки, которая тоже привлекается этим же крэконе. Соответственно, чем меньше эта пропорция, тем агрессивнее самец и держит всех прочих на большом расстоянии. То есть они не пытаются проверить, честный это сигнал или не очень. Замечательно, что уровень акустического давления, то есть сила стимуляции, у трусливого самца, слабенького, выше, чем у сильного и агрессивного. Интенсивность излучения звука здесь больше. Причем это motivational signals, не referential signals. Сигналы ситуации, сигнал об уровне агрессивности, а не, ну, например, о возможностях исхода взаимодействий. Тут граница четко не проводится, в отличие от больших Петрогдятлов. Поэтому надо просто отогнать оппонента как можно дальше, чтобы не мешал спариваться. Тут, собственно, задача территориальной охраны не стоит. И, соответственно, 60 лет развития этологии показали, что поведение неоднородно, а дифференцировано на единицы. Единицы имеют типологически определенную форму. И специфические результаты коммуникации достигаются специфическими средствами. Как эта самая типологически определенная форма возникает, рассказывает нам концепцию ритуализации. Хаксли, впервые это предложил Хаксли, затем Тингерген. То есть у нас есть повседневные движения возбужденного животного. Ну, например, это разные виды рода трихоглоссус. Красивые, некотороядные попугаи красно-фиолетовые. У них есть движение чистки. У них есть движение глазного яблока, связанное с возбуждением. У них есть движение взлета. И эти движения гипертрофируются и связываются неестественными корреляциями. Такими, которые не встречаются в обычной активности. В этом смысле наиболее показательный так называемый флаппетлак. Хлопающий жаворонок, Мерафра Ценан-Моэма. Североафриканский вид. Как многие жаворонки, он поет в воздухе. Но он еще и хлопает крыльями над спиной. Издавая такой хлопок. Инструментальный сигнал. Движение крыльев при хлопании и при обычном полете одни и те же. Но при обычном полете частота и амплитуда взмахов крыльев коррелируют отрицательно. Это работа Лемберга, сделанная по прорисовкам кинокадров. А при хлопающем полете положительно. Иными словами, максимально гипертрофирована, во-первых, жесткость корреляций. А во-вторых, неестественность этих корреляций. В обычном поведении такое сочетание, а тем более его устойчивое сохранение, статистически невероятное. А это дает нам руководящую нить, как значимые элементы в потоке активности выделять. По наличию таких корреляций. Увы, в 70-е годы сравнительная этология, следуя индуктивной процедуре, столкнулась с тем, что, собственно, ее успехи стали основой ее собственных проблем. Этологов стало много, и возникла ситуация, когда один и тот же вид, одно и то же поведение, ну, скажем, угрозу у больших поморников, исследовало несколько авторов, равноопытных натуралистов. И тут оказалось то, что с большим ехидством, отмечал Евгений Николаевич Панов, элементы, выделяемые им на основании устойчивого впечатления наблюдателя, радикально не совпадают друг с другом. Это вот было то самое больное место, в которое била критика. Но Вольганг Шлейд, он решил эту проблему. Соответственно, эту критику полностью опровергнув. Вот последовательность развертка ухаживания селезня перед самкой. Соответственно, это в двухкоординатном пространстве. Высота глаза над водой и высота хвоста над водой. Лоренц выделил 10 единиц, ориентируясь на свое впечатление. Что сделал Шлейд? Шлейд, соответственно, применил геометрический подход. И, собственно, ища стереотипные инвариантные формы, то есть так, как я вам рассказывал, он прежде всего увидел, он стал фиксировать высоту глаза над водой, высоту вот этого шейного кольца селезня над водой, высоту хвоста над водой и клюва над водой. Сразу оказалось, что разные птицы, здорово различающиеся по уровню возбуждения, одну и ту же позу исполняют одинаково. Тут видна и индивидуальная изменчивость, и прорисовка телодвижениями общего типа. Примерно как огонек сигареты чертит буквы в темноте. То же самое обнаруживается и у других видов. Забегая вперед, два южнополярных поморника, виды двойники, которых с трудом различают этологи в поле. Это демонстрация долгого крика, присутствующего у всяких Чайковых, вскидывание с запрокидыванием головы, отвратительный вопль и, соответственно, разгибание. Видно, что разные особи, это тоже прорисовка по кинокадрам, исполняют демонстрацию очень различно, но индивидуальные различия не смазывают межвидовых, а подчеркивают их. Они рисуют один и тот же тип, где различие между двумя видами остается устойчивым. Соответственно, вернемся к Шлейту. Дальше он показал, что разные демонстрации, рисуя их в том же координатном пространстве, ему посчастливилось то, что Лоренц, наблюдаемых ими птиц, снимал на кинокамеру. И, соответственно, в институте Лоренца в Вене сохранились фильмы, и, соответственно, Шлейт работа уже с фильмами. Выяснилось, что всего единиц шесть. Не десять, а шесть. И они перещёлкиваются друг относительно друга, относительно вот этого чёрного квадратика, который, соответственно, и обыденная поза. Спокойное состояние в позе, готовность им действовать. Вот, хэт-флик, хэт-шейк, соответственно, разные демонстрации занимают разные части этого координатного пространства, и их дискретность чётко видна. Соответственно, Шлейт блистательно подтвердил главное в сравнительной этологии, и это, увы, никого не заинтересовало. Вот это как раз трагедия, то, что, как сейчас знают историки науки, в частных дисциплинах знание не только накапливается, как считал Поппер, но и забывается. И вот это вот типичный пример забывания. Поезд ушёл, интерес, особенно научной молодёжи, ушёл с социобиологическим объяснением. И, собственно, об этом есть очень горькая статья Шлейта об отограмме Синегрудова-Перепела 1985 года, где он описывает, что вот я предложил метод объективной фиксации, никому это не было интересно. Сейчас, 30 лет спустя, сравнительная этология находится в таком несколько странном состоянии посмертия или, говоря мягче, музеификации. С одной стороны, её концепты, инстинкт, релизер, демонстрация преподаются студентам, когда изучают всё то, что связано с исследованием поведения. С другой стороны, уже 30-35 лет исследования проводятся в рамках социобиологической парадигмы. Совсем другой. Я могу, если интересно, специально отдельно рассказать, чем они отличаются и как взаимодействуют. Но замечательно то, что исследования, о которых я говорил только что, про крастелей, про кур, ну, собственно, всё, что относится к referential signals, к evis dropping behavior, к обману в коммуникации, подтверждает три главных тезиса сравнительной этологии. Дискретность единиц поведения, их дифференцированность, специфичность средств, обеспечивающих специфический результат коммуникации. И поэтому, как мне представляется, сравнительная этология заслуживает восстановления на повышенном основании. Тот же самый результат, что у Шлейта, был получен израильскими авторами. Это так называемая система регистрации движений Эшкал и Вахмана. Эшкал была хореографом, Вахман – ее муж. Соответственно, она задалась целью описывать по единицам движения в танце, так, чтобы получать нейтральное, структурное описание танцевальных движений. Соответственно, она брала движения людей, ну, ориентированных друг к другу, смотрела степени свободы этих движений, отведения, приведения рук, вращения, движения ног, и, соответственно, всякая танцевальная фигура или поза получалась как комбинация этих элементарных движений на этой сфере. Илан Галани успешно применил этот подход к выделению демонстрации у шакалов, волков, других млекопитающих. Это вот замечательный пример, как одна и та же задача была решена независимо друг от друга. И вот третий, кто решал эту задачу, но немножко по-другому старался, был я. Я использовал метод формального описания, предложенный Евгением Николаевичем, через элементарные двигательные акты. Я обратил внимание на то, что если мы рассмотрим все степени свободы движения, движений, меняющих облик птицы, ну, можно поднимать хохол, можно раскрывать крылья, можно качать корпусом, это все степени свободы. И, соответственно, у нас есть логические, логические, допустимое множество этих движений. Я обратил внимание на то, что Евгений Николаевич либо не увидел, либо сознательно игнорировал, то, что при обычном движении это движение непрерывно, а при демонстрировании оно квантовано. Это подъем хохолка у стеллеровой сойки в социальных контекстах. Когда она просто тревожится, просто возбуждена, хохолок может принять любой угол. А вот в социальных контекстах либо около нуля, либо около 90 градусов. Соответственно, кроме устойчивых корреляций, я предположил, что элементарные телодвижения, составляющие демонстрацию, они квантованы в отличие от тех же движений, которые используются в повседневной активности. Вот демонстрация крайних рулевых конфликте двух самцов большого пестрого дятла. Я посчитал, соответственно, ну, поскольку определялась бинокль, то возможны неточности. Я смотрел частоту случаев, когда они выдвинуты на четверть, на половину, на три четверти полностью, и неопределенное положение. Соответственно, когда птицы угрожали друг другу, они выдвигали, либо не выдвигали, либо на половину, либо полностью, то же самое было, как в меньшей, та же тенденция, но в меньшей степени в паузах между прочими демонстрациями, с которыми ассоциировано это выдвижение рулей. Оно может встречаться как само по себе, так и в составе более сложных комплексов, которые составляют другие семь демонстраций. Всего у БПД их восемь, поскольку у БПД он самый территориально агрессивный, с самыми четкими территориальными границами, и соответственно у него больше всего таких демонстраций. Чтобы проверить эту мысль, я придумал нейтральную систему описания демонстраций через элементарные двигательные акты, используя разные степени свободы. Подъем клюва, наоборот пригибание корпуса, выдвигание рулей, ну и так далее. И соответственно, независимо от того, что мне казалось, угрожает птица или убегает, или что-то еще, всякий, всякий последовательный образ, который возникал у меня в бинокле, я описывал через комбинацию этих ида, наговаривая эти ида на диктофон, а затем смотрел в максимально гетерогенной выборке, затем между разными ДА считал коэффициенты ассоциации Пирсона и смотрел при увеличении гетерогенности выборки, какие корреляции поплывут, а какие останутся, это дало вот те самые восемь демонстраций, соответственно, вот кузница хозяина территории, отсюда приходит захватчик, он старается проникнуть как можно глубже, там, где хозяин его остановит, в зависимости от относительного радиуса первой демонстрации будет, ну, например, вот это, если захватчик продвинется глубже, то вот это, дальше они начинают перебирать демонстрации, увеличивая ставку вот в этом направлении, ну, например, они встретились на границе и начинают угрожать друг другу за шестой, пятая более угрожающая, потом четвертая, в конце концов один сдается. Почему я пятую называю более угрожающей, а седьмую более отступательной, чем четвертая? А потому, что движения неритуализованные клевки или отступления, они очень четко с этими демонстрациями ассоциированы. С первой, которая появляется, если захватчик прорвется до центра, ассоциированы только отступления, то есть, когда выдвигает хозяин рули, захватчик, даже самый агрессивный, он непроизвольно отпрыгивает. То есть, это вот то самое релизерное действие, о котором часто пишут в учебниках каталогии. И, соответственно, о демонстрации 6 и 5, которые встречаются в основном на границе, тут чаще всего в ответ на их предъявление встречается не отпрыгивание и не клевки, а остановка и переход к другим демонстрациям. То есть, эта схема очень хорошо укладывается в конфликт нападения и бегства. Тенденция к нападению падает так, тенденция к бегству растет так, и, соответственно, в точке равновесия мы видим демонстрации самые вычурные, включающие в себя больше всего элементарных действий, самые заметные для наблюдателя, который формальный анализ не производит. И, соответственно, поэтому я решил, что вот эти восемь демонстраций действительно представляют собой знаки, действующие в коммуникативной системе Большого Пёстрого Дятла. Соответственно, заканчивая рассказ, что этологи зафиксировали. Они зафиксировали, что потоки активности слайд-фильма не фильм, что перекрестные влияния сильнее параллельных, иными словами, эти самые единицы, выделенные наблюдателем, могут рассматриваться как стимулы или сигналы, связь, демонстрация и ситуация и эффекта, устойчивый синтаксис взаимодействия, то есть развитие взаимодействия предсказуемо с точки зрения временной структуры, ради чего, собственно, третьи особи все это наблюдают, и более успешные в достижении результата участники вкладываются в демонстрирование, а не в прямое действие. А если мы вспомним, что демонстрации рискованы, что это предмет роскоши, а не затратные в условиях плохой погоды и плохой кормообеспеченности от них отказываются, то возникает естественные эволюционные вопросы, зачем они нужны, и естественные ответы, они передают информацию о потенциальных возможностях развития взаимодействия, проспективных потенциях развития процесса, если использовать подходящий термин из исследований антогенеза. Как это проверить? Ну вот, опять же, в конце 80-х годов было несколько работ замечательных совершенно по независимой проверке, ну, например, поставить сигнализирование под оперантный контроль. Вырабатывается условно-рефлекторная электрооборонительная реакция на разные видовые сигналы, ну, скажем, угрожающие сигналы кутор, вопли кошек и так далее. Затем один сигнал превращают в другой и смотрят, ответ будет меняться плавно или резко. Он меняется резко. Это вот серия работ Мовчана, Шибкова и Каратецкого, к сожалению, в 90-е годы все это закончилось, а следующая реакция на два сигнала, предъявленных одновременно. Равна реакция на более сильные из них или нет? И, соответственно, анализ обмана и подглядывания. Все эти данные и, соответственно, честные критики сравнительной этологии должны были бы все эти данные увидеть и на них возразить. А они о них просто молчат. И это молчание и эти результаты заставляют считать, что сравнительная этология заслуживает возрождения на повышенном основании, включением достижений, которые принесли социобиологической критике, оценка риска, оценка энергозатрат. Здесь замечательная работа Дульника по оценке энергозатрат, по оценке бюджета энергии по хронометражу существенно. И вот надо думать, это произойдет. Спасибо. Вопросы, если есть, я отвечу. Голова отъедена или расклевана? Голова отъедена напрочь. Ну, ну, может быть, кошка? хищные птицы, они ощипывают. И выедают в первую очередь грудные мышцы. То есть просто отъесть голову может быть любить для животных из человеческого рода. зоозащитники, так сказать. То есть я бы в первую очередь подумал на какого-то наземного хищника, да, потому что они любят голову, мозг. Нет, там, во-первых, два под одним дерева. То есть впечатление такое, что там кто-то живет, приходит уже. Ну, или живет, или там присада. Ну, вот. Но явно вот это неоткуда. Конечно, было бы на земле появилось. Это не проблема. Это не проблема, но... Ну, хорошо. У меня вопрос, что как раз классики этологии выделяли вот эти единицы поведения не только в коммуникативном поведении, но и в разном другом. Например, в охотничьем, в изгостроителем, в ассоциации. Насколько такая система объективного выделения применима к этим областям поведения? с одной... С одной стороны, общий подход применим. И, собственно, вот то, что делал с одной стороны Константин Анохин, а с другой стороны Жанна Ильинична-Резникова, а с третьей Ричард Докинс и Мариам Докинс, когда они были еще этологами, архнитологами, когда он был этологом, показывает, что паттерны повседневной активности, они тоже могут быть дискредитированы. То есть, анализируя, сколько времени занимают последовательные этапы, там тоже есть стереотип и тоже есть скачкообразность перехода между стереотипами. Еще больше обычно в этом смысле перспективны так называемые кормовые методы. То есть, ну, например, разные способы долбления у дятлов или схватывания с поверхности. Вот не специализированные, они такие пластичные, там единицы не выделишь. А вот чем специализированный кормовой метод, чем больше он предполагает какие-то предварительные действия, ну, скажем, долбление фактически наобум до того, как схватывание, то есть, чем больше этих предварительных действий, тем, соответственно, он дискретнее и стереотипнее. Но с третьей стороны там нет ритуализации. То есть, там есть стереотипия, но нет ритуализации и, соответственно, это не развивается так, как развиваются, ну, инстинкты. то есть, по всей видимости, при изменении обстоятельств это может достаточно пластично меняться. А демонстрация, она или запускается стереотипно, действует, должная единица в должной ситуации, или стереотипность ее недостаточна, и она ничем не отличается от всего прочего. Причем в последнее время специфичность демонстраций показана даже на молекулярном уровне. Есть замечательная работа Эрика Шуппи по барабанной дроби двух видов дятлов. Он смотрел экспрессию генов, связанных с работой, ну, с одной стороны, мышцы, которая участвует в барабанной дроби и в долблении. а с другой стороны, мускулос капула хумералис, которая не участвует ни в долблении, ни в барабанной дроби. Дятлов он сравнивал с поползнем, который долбит при добывании корма, но в барабанной дроби, как видового сигнала, у нее нет. И, соответственно, из трех ферментов, трех генов, чьи продукты обеспечивают точность и скорость работы мышц, совершающих эти движения. У дятлов экспрессия увеличилась именно при барабанине, не при кормовом долблении, а у поползня никакого увеличения экспрессии не было. То есть, иными словами, вот такие современные методы, они подтверждают особую выделенность именно коммуникативных моментов. тем более кормодобывательные движения это же не предмет роскоши. Они нужны обязательно. стереотипности именно коммуникативных самыми поведенческими кадрами, она как бы поддерживается с двух сторон. То есть, надо самому четко исполнять, надо распознавать то, что исполняет. да, да, плюс надо соединять вместе те телодвижения, которые обычно в обычной активности несоединимы. Это трудно. Ну, вот, например, есть такой балийский танец легонг, которому сложно научиться. Он настолько сложен, там, настолько противоестественные движения, что ему не научишься, наблюдая за танцующим. Там тренер сам ставит руки, ноги. А кормодобывательные движения, они все же более естественные и последовательные в этом плане. Спасибо.